В этом выпуске мы отправимся с вами на один из таинственных водоемов планеты, который таит немало тайн и загадок. Высыхающее Аральское море. Некогда полноводный водоем превратился в маленькое озерцо. Мы узнаем причины его обмеления, какая рыба там все еще обитает. Расскажем о загадочном острове в Аральском море. Там находились секретные лаборатории СССР, где проводились жуткие эксперименты. А также, что за странные находки обнаружили ученые на дне Арала. И какие опасности могут поджидать путешественников, рискнувших отправиться в эти пустынные места. Заготовьте больше провизии, наша экспедиция начинается. Аральское море. Это исчезающее бесточное соленое озеро, которое находится в Средней Азии, на территории двух государств – Узбекистана и Казахстана. Известно тем, что еще чуть более 60 лет назад было четвертым по размеру озером на планете, а на сегодняшний день практически обмелело. Оставив вместо себя самую молодую на земле пустыню Аралкум, особенным интересом туристов пользуется местное кладбище кораблей. Аральское море образовалось в результате активного таяния горных ледников двух великих горных систем – Центральной Азии, Памира и Тяньшане. Время от времени водность притока речных вод, впадающих в озеро, изменялась, то уменьшаясь, то увеличиваясь. А около 13 тысяч лет до н.э. произошло значительное осолонение воды, связанное как раз с уменьшившимся притоком. Название Аральского моря менялось несколько раз. Первые упоминания об этом море встречаются в трудах античных историков. Геродот в 448 году до н.э. описывал Аральское море как связанное с Каспийским, назвав его Сакским заливом Каспийского моря. А в XI веке арабский географ Истрахи описал море как озеро Хорезм в своей книге «Климат». А нынешнее название моря появилось только в XX веке, когда море уменьшилось в своих размерах, и взору местных жителей стали доступны сразу несколько островов. Его прозвали Аралом, что означает «остров», или «Арал-Тенези», что в переводе «островное море». Аральское море располагается на территории Актюбинской и Кызылординской областей Казахстана, а также занимает небольшую часть республики Каракалпакстан в Узбекистане. На данный момент озеро представляет собой два отделенных друг от друга Кокоральской плотиной водоема – Малое и Большое Аральское море. Площадь поверхности Арала едва превышает 8000 квадратных километров, а объем воды в нем составляет менее 75 километров кубических. Так, как Аральское море не имеет выход к Мировому океану, с научной точки зрения морем водоем не является. Отлично от морской или речной, и вода в Арале по составу. Уникальность водоема также и в том, что здесь зафиксированы природные явления, которые не поддаются объяснению. Так, в отличие от других водоемов, расположенных в северном полушарии, течение в Арале отклоняется влево, и только тут чем глубже, тем больше объем кислорода. Природные загадки Аральского моря поражают. Кстати, Арал не зря также называют неправильным морем. Этому способствовал ряд природных загадок. Вернемся к необычному течению Аральского моря. По физическим законам, из-за влияния вращения Земли, все моря, озера, реки и другие водоемы с северного полушария отклоняются вправо, а течение Аральского моря, наоборот, отклоняется влево и движется по часовой стрелке. Также у всех водоемов с увеличением глубины, насыщенность воды кислородом уменьшается, а в Аральском море происходит совершенно наоборот. Кислород в глубине только увеличивается. В Аральском море преобладают также сульфаты и карбонаты. Морская соль содержит сульфатные анионы и катион кальция. А это означает, что состав его воды отличается от типичной морской воды. Но и речной ее также нельзя считать. Таким образом, Арал это единственное море, в описании которого применяют понятие полуморской и полуречной воды. Максимальная температура в окрестностях Аральского моря наблюдается в июле и составляет плюс 50 градусов Цельсия. Такие показатели фиксируются в Каракуми и Кызылкуме. Да, жарковато, конечно. Действительно, климат в этих местах ужасный. И, как говорят сами местные жители, жить на Арале могут только самые мужественные люди. Наш дух, наше достоинство под стать Аралу. Люди здесь живут лишь благодаря личному мужеству. На выживание. И вопрос стоит, будет ли земля, где жили наши предки, нашей родной земли. Так почему же жить на Арале стало очень тяжело? И из-за чего так быстро обмелело Аральское море? Все началось из-за сельскохозяйственного развития территории во времена СССР в конце 20-х годов. В эти времена в Узбекистане и Казахстане началось активное развитие орошаемого земледелия. В первую очередь стали выращивать хлопок, называемый тогда белым золотом. Он потреблял огромное количество воды. От рек Сырдарьи и Амударьи, питающих озеро, были проведены каналы для орошения полей. Забор воды был настолько высоким, что орал начал стремительно мелеть. Озеро море было изначально не слишком глубоким. Максимальная глубина была всего 15 метров. На всей поверхности выступали отмели и небольшие островки. Жара, небольшое количество осадков, неграмотное проектирование каналов, вода из которых уходила в песок. Все это привело к тому, что Аральское море постепенно начало исчезать. Высыхание озера дало не только ужасающую постакалиптическую картину мертвых кораблей на дне Мертвого моря. Исчезновение огромного озера привело к изменению климата в регионе, болезням, социальной напряженности и медленному вымиранию всего живого вокруг соленой пустыни. В регионе резко поменялись и климатические условия. Море смягчало зиму и давало влажную комфортную температуру летом. После практически полного исчезновения Арала, лето стало более засушливым и жарким, а зима сухой и холодной. Но изменилась не только природа. Плохо повлияло осушение Арала и на живущих в регионе людей. Большая часть населения покинула прилегающие территории. Вся деятельность вокруг озера была связана с рыболовством. В середине 80-х годов рыбный промысел перестал существовать. 60 тысяч человек лишились работы и были вынуждены уехать. Изменение климата, ухудшение экологической ситуации заставило покинуть родные места даже тех людей, чья деятельность не зависела от лова и переработки рыбы. В 60-е годы 20 века в Арале водилось аж более 40 видов рыб. А к концу 70-х видов осталось только 6. Кстати, в 70-е годы в Арал завезли черноморскую камбалу, которая прекрасно чувствует себя в соленой воде. Какое-то время вид прекрасно развивался в озере. Но уже к 2003 году концентрация соли и химии в воде стала настолько сильным, что камбала исчезла тоже. Какая же рыба может обитать в Аральском море сегодня, учитывая такое бедственное положение водоем? Сразу подчеркну, мои данные могут быть неточными, а кто в курсе, что сегодня можно поймать на Аральском море, пожалуйста, напишите комментарии и поправьте меня. А по моим данным, на сегодняшний момент здесь обитает в основном пресноводная рыба. Это карповые и окуневые. Основу рыбного промысла составляют лещ, сазан, усач и вобла. Также сюда были искусственно перемещены беспозвоночные, приспособленные к обитанию в соленой воде, некоторые виды креветок и мизит, а также бычок и другие. Также, судя по некоторым видео, на Аральском море по-прежнему ловится сон. А теперь давайте послушаем зоолога о том, какие виды рыб исчезли из Аральского моря. Был проходной рыбой здесь осетр, был проходной рыбой аральский лосось. Но, к сожалению, и аральский шип осетр, и аральский лосось не существуют сейчас в Арале. Но кто знает, может быть настойпит время, и этот рыбоход им пригодится. Вот такие печальные дела на сегодня обстоят с рыбной фауной Арала. Ну а мы переходим к тем опасностям, которые ждут путешественникам, рискнувших отправиться в пустыню Аралкум у Аральского моря. Арал высох всего за 40 лет, уменьшившись до небольших соленых озер. А бывшее дно озера стало огромной и токсичной пустыней Аралкум. Сейчас это зона природной катастрофы. Десятилетиями Сырдария-Мударьи, которые несли свои воды с ледников Тиньшаня, в Аральское море попадали тысячи тонн пестицидов и вредных веществ, которые оседали на дне озера. Озеро высохло. А на месте озера образовалась пустыня Аралкум. И пыльные соленые бури разносят этот токсичный коктейль на сотни и даже тысячи километров вокруг. Климат сильно изменился, летом очень жарко, а зимой очень холодно. Часто округу накрывают сильнейшие пыльные бури. Раньше здесь выращивали овощи, а теперь здесь ничего не растет. Скот приходится отправлять на выпас за сотню километров от бывших берегов Арала. А оставшиеся участки Большого Арала напоминают токсичное соленое болото розового цвета. И эти негативные последствия высыхания Аральского моря привели к ухудшению состояния здоровья местных жителей. Начиная с середины прошлого века, люди, живущие недалеко от водоема, стали чаще страдать от тифа, белокровия, гастрита, эпилепсии, бронхита и астмы. Путешествие к Аральскому морю является экстремальным отдыхом, не только в случае самостоятельной поездки. Но даже если вы отправляетесь сюда в составе экскурсионной группы, климатические и другие природные особенности региона могут оказать неблагоприятное воздействие на ваш организм и стать причиной плохого самочувствия. Отдыхающим важно хорошо подготовиться, в частности, позаботиться о головном уборе и большом количестве воды. Но я думаю, ни одному путешественнику не взбредет пешком отправиться покорять пустыню Аралкум. Это самая молодая в мире пустыня, продолжающая формироваться на месте Аральского моря и увеличиваться за счет высыхающего южного Арала, песчано-солончаковая пустыня, площадью около 38 тысяч квадратных километров. Находится на территории Кызлардинской области Казахстана, а также суверенной республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана. А одни путешественники рассказывали, которые отважились посетить эту пустыню. Как-то они попали в одну из пыльных бурь. Проснувшись утром, в степи стоял странный соленый туман. Путешественники никогда такого еще не видели. А на растениях были странные белые разводы, словно их опрыскали химикатами. Теперь понятно, почему у местных жителей плохое здоровье, и многие постоянно уезжают с этих гиблых мест. Так что не ходите, люди, в Оралкум гулять. Но если вы все-таки отважитесь поехать в эти места, то лучшее время для посещения Аральского моря – это начало осени, когда устанавливается комфортная погода. Также многие отдыхающие отправляются сюда весной. Но из-за отдаленности цивилизации и расположения Аральского моря посетить эту достопримечательность может оказаться непростой задачей. Так как в окрестностях водоема отсутствует инфраструктура, и сюда приезжают, как правило, любители экстремального отдыха. Ближайший к водоему населенный пункт, где организовываются туры до Аральского моря, где можно переночевать в отеле – это город Нукус. Экскурсионные туры предлагают туристам познакомиться с Оралом. Ребята, мы продолжаем свой долгий путь. Пойдем сейчас туда выйдем, на те ямы. Посмотрим, что там делается, ребята. Отправляемся. А мы сейчас с вами отправимся на еще одну достопримечательность Аральского моря, которая находится в Казалардинской области у села Акеспе. Это термальный источник. Этот источник образовался в 1986 году при буровых работах гидроэкспедиции георазведка Шимкент. Бурение производилось на бывшем дне Аральского моря. В результате на глубине 1200 метров выявлена минеральная вода с температурой 62 градуса. И вот уже 35 лет на высоту более 2 метров над землей бьет горячий фонтан. Постепенно в соленой воде, которая растекалась и образовала ручей, стали купаться местные жители. Слухи о целебных свойствах источника разнеслись по округе. Сейчас сюда едут из разных областей Казахстана. В составе горячей воды много полезных минералов для здоровья человека. Она полезна для лечения заболеваний суставов, кожи и нервной системы. Но нужно помнить, что принимать ванны можно лишь 2 раза в день. По 30 минут. Не забывайте, мои дорогие путешественники. И если вы собрались на Аральское море, обязательно посетите это настоящее чудо света и достопримечательность Аральского моря. А мы подошли с вами к самой загадочной части нашего выпуска. Какие же тайны скрывает Аральское море? Вот вы скажете, ну какие же тайны может скрывать это уже даже не море, а маленькое озерцо? Я тоже так думал, но как оказалось, даже это маленькое озерцо скрывает немало тайн. Сейчас мы попробуем разобраться, какие же тайны. Теперь мы приехали, а здесь куча сомиков. Сазан ушел и остались одни сомики. Видите, да? Вон они, сомики. Вон сомики. Их везде здесь, вон полно сомиков. Вон они плавают. Они небольшие, небольшие. Вон они плавают. Но их много. Сомики в Арале, конечно, это еще не тайны. Но просто действительно интересно, что их так много в этом месте. А вот что является действительно главной тайной Аральского моря. Так это загадочные изображения, найденные на дне этого моря после его обмеления. Впервые эти знаки или линии, или как позже их назвали, аральские геоглифы, были впервые выявлены гидрологом Борисом Смердовым. На дне высыхающего морского дна в 1990 году, по его мнению и мнению других исследователей, они были созданы высокотехнологичной внеземной цивилизацией в виде послания землянам. Исходя из детального описания, которое Борис Смердов приводит в своей статье «Следы на дне Аральского моря», выявленные им контуры представляют собой разнообразные фигуры, состоящие из одиночных или нескольких параллельных линий необычной формы. Они очень похожи на полосы, рытвины и борозды шириной от 2 до 50 метров и длиной аж до 100 километров, которые сопровождаются отвалами грунта по бокам, напоминая следы от бульдозера. С одной стороны эти линии имеют ровные входы, а с другой своей стороны на выходе заканчиваются лежащими поперек жгутами. Кстати, аналогичные линии были обнаружены и на дне Каспийского моря в северной его части. О природе образования данных линий на дне Арала и Каспия ряд ученых высказывают предположение, что их оставили льдины, сползающие в море, или они же возникли за счет ветра, под действием которого их вволочило по морскому дну. Но Борис Смердов такое объяснение категорически отвергает. Он посвятил изучению аральских геоглифов всю свою жизнь, но так и не смог до конца доказать, что это послание внеземной цивилизации. Например, уже доказано, что изображение так называемой звезды или розы ветров на самом деле является аэродромом на острове Возрождение у закрытого города Аральск-7, о котором мы также позже поговорим. Происхождение же остальных таинственных аральских геоглифов до сих пор остается загадкой. А мы отправляемся на загадочный остров Возрождения, где когда-то находился закрытый советский город Аральск-7. Аральск-7! Секретный закрытый город. Здесь размещался тайный полигон, принадлежащий СССР, где тестировали различное биологическое оружие. В наши дни там почти ничего нет. Ни растений, ни жителей, ни животных. И до сих пор вокруг этого закрытого города ходят жуткие легенды. На остров ученые из СССР прибыли в 1972 году. Здесь был запущен секретный проект Аральск-7. Место полностью изолировали, а спустя долгое время работы территория трансформировалась в весьма жутковатое место, окутанное облаками оспы и чумы. Здесь же занимались и выведением несколько более экзотического оружия, в том числе Тифа и Бруцеллеза. Территорию острова Возрождение предварительно разделили на пару частей, в одной из которых размещался масштабный лабораторный комплекс. Вторая же половина носила наименование Кантубек и фактически представляла город, где ученые проживали со своими семействами. Длительное время здесь осуществляли производство сибирской язвы, при том в габаритных количествах. В 1988 году зафиксирована утечка опасного вируса, что привело к человеческим жертвам. После происшествия внушительных размеров, споры язвы были перемешаны с отбеливателем, а затем их доставили на остров и слили в ямы, которые различимы даже на кадрах со спутников. Сибирская язва оказалась идеальным оружием. Специалисты добавляли туда токсины, способные разрывать содержащиеся в теле клетки крови, провоцируя гниение ткани у человека. Споры имели устойчивость к ряду антибиотиков и по размерам в разы уступали ширине стандартного человеческого волоса. Жутко! И то, что даже сейчас сибирская язва прячется в земле, территории острова, поскольку устойчива к высоким и низким температурам. Но с 90-х годов 20 века остров Возрождения необитаем. Сейчас, кстати, это уже давно не остров, а лишь часть Оралкумской пустыни. Люди твердят, что этот остров якобы уже не заражен. Впрочем, многие в этом сомневаются. И эту территорию посещают только журналисты, да и то только одетые в защитные костюмы. Кстати, в свое время США заинтересовались этим островом и даже предложили 6 миллиардов долларов на реализацию проекта по процессу очистки острова. Эти места на протяжении почти недели прогревали с имеющим порошкообразную форму отбеливателем, что привело к гибели спор сибирской язвы. Впрочем, воздух здесь по-прежнему сильно заражен. Такова пугающая история загадочного острова в Аральском море, где находился некогда секретный и один из самых закрытых городов СССР. Что же еще интересного мы можем узнать об этом таинственном водоеме? Оказывается, здесь есть и своя затерянная Атлантида. Еще в 2001 году в Казахстане начались археологические раскопки, в результате которых на высохшем участке дна Аральского моря ученые обнаружили целый средневековый город, получивший название Арал-Ассар. Впервые оказавшись на этом месте, археологи не поверили своим глазам. Представьте себе, на дне, усыпанном белой солью, виднеется очертание древнего города. Четко различаются остатки мавзолеев и некрополей. Многие поначалу даже в шутку и говорили, что в Казахстане найдена затерянная Атлантида. Площадь населенного пункта около 6 гектаров. Найденная керамика относится к 14 веку. Возле городища располагались два мавзолея. И судя по обнаруженным сельскохозяйственным орудиям и мельничным жерновам, жители Арал-Ассара занимались земледелием. Они выращивали рис и перемалывали его в муку. Это уникальное открытие. Ранее считалось, что в 14 столетии Среднюю Азию населяли преимущественно кочевники-скотоводы. Но склады, окружавшие город, а также плантации риса с ирригационными системами, свидетельствуют о том, что местные могли поставлять муку на экспорт по Великому Шелковому пути. При этом город был выстроен капитально. Это говорит и о том, что его население не планировало покидать Ассар. То есть это свидетельствует также и о том, что этот средневековый город, скорее всего, был затоплен внезапно поднявшимися водами Арала. Арал-Ассар вызывает огромный интерес среди археологов. Древнее городище до сих пор исследуют. Ну и напоследок еще несколько интересных легенд. Одна из легенд гласит, что Арал и Каспий связаны между собой подземным ходом, или же пещерой, которая соединяет два моря. В подтверждение этому приводится такой факт. В советское время, когда на озере Курдемколь запустили меченый атом, индикатор, позволяющий проследить круговорот элементов природы, он там плавал и вдруг пропал. А обнаружили его потом на Каспии. Следующая легенда более фантастическая, что якобы рядом с рыболовецким селом Акбасты, что на западном побережье, есть гора Каражиде. И когда-то там жили одноглазые циклопы. Да и местные жители рассказывали, будто находили в этих местах захоронение длиной 10-12 метров. Конечно, это больше похоже на легенду. Ну и, наконец, последняя легенда об огромных древних акулах. По сей день на берегу озера Камбаш можно найти большие кинжалоподобные зубы. Оказалось, что это зубы древних акул, до сих пор великолепно сохранившихся. Но вот в какой исторический отрезок времени они тут жили. Вот это загадка. Кстати, озеро Камбаш или Камыстыбас находится недалеко от Аральского моря. И, скорее всего, эти озера также были раньше одним целым или как-то были связаны. Ну что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Сегодня вы вместе с каналом Ишимский Странник побывали на таинственном Аральском море. Пишите комментарии. Может, кто-то знает еще какие-то факты об этом интересном море. С удовольствием их прочту. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А мы увидимся с вами в следующий раз на новом интересном водоеме. До встречи! Это была рубрика «Водный мир». Ребята, идем домой. Пешочком. Спасибо, кто меня смотрел сегодня. Смотрите еще, подписывайтесь, пишите комментарии. А мы идем домой. Как обычно, пешком. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok